Субтитры сделал DimaTorzok 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 Господь Бог во Царстве Своем, всегда, ныне и присно, и во веки веков, Преосвященные митрополиты, архиепископы, епископы православные, Весь священнический, монашеский, иноческий чин, Весь причет церковный, настоятеля, братья и прихожин, святаго храма сего, Паству Урюпинскую, Иннованинскую, паству Ольховскую, паству Киреевскую, Вас и всех православных христиан, да поменит Господь Бог во Царстве Своем, Всегда, ныне и присно, и во веки веков, Всесвященные митрополиты, архиепископы, епископы, 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 Яко ты, все освящение наше, тебе славу высылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков, С миром изредим, О имени Господи, Господу помолимся, О имени Господи, Господи, достояние Твое, Исполнение, Сын, ты сохраняйся, Тебе любящий, благодет, видомый Твоего, Ты тех, вост, прослай, божественный, Твои силы не остаются, уповающих на Тя. Мир, мир, Та дарь, церковь, И священников, воинствуй, всем людям Твоим, Яко, всяко, да я и благо, и всяко, да совершенствующий, Сходя тебе со света, в тебе славе и благодарение, Поклонение Господи, Слава, слава, Сунице, Небесное, Благодетелю крови, Господи, и вниз, благодетелю всем Бога, Прослаживая Россию, Ольгу Богомудрую, Для молитвами я, Подавшим нашим, Грехов восстановления, Помилуй нас, Боже, По лице милости Твоей, Молим тебя, услыши, помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Веча молимся, великим господинем, Отцем нашим, святейшим патриархе Кирилле, И о господине, высокопреосвященнейшем, Метрополите Германе, И о господине нашим, превосвященнейшем, Епископе Елисея, И о все его кресте, братья и наши. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Веча молимся, Бог охранимей стране нашей, В властях и воинствия, На тихой и безмолвной житве поживем, Во всяком благочестии и чистоте. Господи помилуй, Все же, ко славе Божией, Устройте себе сисей, Приходу покрова, Пресвятые Богородицы. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, О святая ровноапостольная, Великая княгиня Ольга, Первоугодница российская, Теплая она с перед Богом ходатайца и молитвенница, К тебе прибегаем с верой и молимся с любовью, Буди нам во всем, Ко благо помощница и спаспешница, И, Як уже во временной жизни, Чало сей сей, Просветите правоцы наши, Светом святые веры, И наставе я творите волю Господнюю, Так и ныне, В небесне пребывающей светлости, Благоприятными твоими к Богу молитвами, Спомашествуй нам просвещение ума и сердца нашего, Светом Евангелия Христова, Да приспеваем вере, Благочестие, любви к Христове, Нищете и скорби сущей утеши, Бедствующим подашь руку помощи, Обидимые и наватствуемые заступи, Заблудши от правой веры, Иересми ослепленные в разуме, И спроси нам, У всещедрого Бога, Вся благая и полезная Жизнь и времени, И вечной, Да так, Благоугодней, Где пожившись, Подобимся наследия благ вечных, Бесконечном Царстве Христа Бога нашего, И мужу соотцем, И святым духом подобает всякой славы, Честь и поклонение, Всегда ныне и пресно, И во веки веков. Так, Священномученика Иллариона, Архиепископа Верейского, Святого Мученика Киндея Пресвитера, Их же памятной не совершаем, Святого Священномученика Николая Пресвитера, Иже Верхнем Гнутове, Преподобный Арсений, Игумене обители Усть-Медведицкое, Святых и праведных Богу, Отец Эки, Иоанны и всех святых, Помилует и спасет нас, Экоблак, Ты человека любит. Праздникам Святой Равноапостольной Рикой Пенедине Ольги, Иоанна Панике славной. Здесь мы совершили Первую Божественную Литургию Архиерейским чином. Для меня это очень важно и радостно, что в этом селе на краю, можно сказать, нашей епархии и в глубинке Раши-Российской, где очень трудно дается проповедь Слова Божия. Мы сегодня здесь совершили с вами Божественную Литургию. Я благодарю Отца Богочинова за его такое усердие в подготовке, что и он помог привезти сюда и прихожан города Фрового. Это тоже очень важно. Что мы друг с друг другом должны общаться. наши приходы и смотреть, какие у нас есть разные приходы, в каком состоянии они находятся и как трудно им приходится. И мы, как христиане, должны друг другу помогать. Помогать им молитвой, помогать им делом, помогать им средствами и просто помогать своим добрым отношениям. Это всегда очень важно. Помогать своим добрым друг другу расположениям. Сегодняшний праздник в Святой Равноапостольной книге очень важен для нас чем? Ведь Святая Равноапостольная Ольга именно жила в таком сообществе людей, которые, ну, можно сказать же, живут как современные люди. Так же. В принципе, так же. Ничем не отличаются. Так же с друг другом ссоримся, так же друг друга ненавидят, а порой и прибегают и к очень серьезным таким друг с другом разбирательствам, убийствам друг друга, что было принято и, конечно, в языческом мире. И вот поменять свою жизнь как человека, который находится на вершине власти и под общим надзором, как говорится, и взором очень непросто, всегда очень трудно. Просто человека незаметно мог поменять свою жизнь легче. А вот человека, который находится на вершине власти и изменить именно свое отношение к общественному мнению, это бывает трудно. Мы знаем много примеров, когда люди, стоящие у власти, стараясь именно изменить свой образ жизни и нравы здесь живущих и подчиненных им. Мы, например, помним память именно святых благоверных князей Петра и Февронии. Вот так же Петр хотел именно изменить образ жизни князя, жениться на простолюдинке. А что последовали? Конечно, высшее сообщество его не приняло. То общество, в котором он жил, оно не приняло и сказал князь, уходи из нашего города. И только вмешательство Божие и чудо Божие именно вразумило тех людей, которые стояли и окружали князя. И он вернулся управлять городом Мурома. Вот так представьте, было как трудно святой равноапостольной княгине Ольге изменить все, что вокруг находится. Как один из наших известных проповедников, ныне покойный, отец Даниил Сысоев сравнивал положение княгини Ольги с женой такого террориста Басаева, известного чеченского. Вот как она пошла и проповедовала всему чеченскому народу и женщинам о истинной христианской вере. Что с ней будет? Убьют ее все. Вот в таком положении находилась и равноапостольная великой княгине Ольги. Могли убить ее. Могли просто восстание поднять. Могли все, что, как говорится, угодно человеческому и дьявольскому разуму, могли все угодно сделать. Но вот здесь нужна, конечно, смелость и мужество человеческое. И, естественно, понимание, что будет за этим выбором дальше. Она это видела, она понимала. А в чем прежде всего она понимала? Она видела, что тот строй, в котором она жила, он себя в конце концов изживет и изживает. Люди не могут жить постоянно, как звери, относиться друг к другу, как звери, как волки. Нужно что-то другое. И люди это чувствовали и хотели свою жизнь изменить. А как ее изменить, если в округу нравы такие? Человек человека ненавидит. Именно крованая месть, жертвоприношение, порой чисто человеческий жертвоприношение, как это все изменить? Как это поменять это все? И вот требовалось именно такой шаг, очень серьезный. Оно, конечно, происходило все не сразу, постепенно. Христиане уже были в то время в Киеве и на Руси, потому что приходили и проповедники из Греции, из Византии, проповедники тоже проповедовали христианство, они появлялись. Но их было не очень много. И над ними смеялись, издевались. И вот сын ее Святослав тоже издевался. Она ему предлагала креститься и быть христианином. Но он сказал, матушка, надо мной будет вся дружина смеяться, издеваться надо мной. Вот он не мог преодолеть именно и сделать такой шаг. Но видно, еще времени такого не было. И мы также сейчас с вами находимся в таком же положении. Практически ничего не изменилось. Также наши дети, которые в школе приходят и говорят, что они крещеные, до ними порой тоже смеются, издеваются. Поменьше конечно становится сейчас, но это было совсем недавно, 5-10 лет назад, 15 лет назад. Очень трудно было сказать в школе, просто сказать в обществе, что я православный христианин, перекреститься на виду всех, сколько страха было, страхований у нас с вами было. Сейчас мы это делаем спокойно, но тоже можем услышать всякое вслед нас. И то есть языческий мир, он ведь чем привлекает человека? Распущенности. Распущенности своим нравом, что можно делать это, можно делать то, можно делать так. И прикрываясь именно верой в языческих богов. Такой известный литературный герой Романа Толстого «Война и мир» Платон Каратаев так и говорил, а если бога нет, значит все можно. И вот человеческий разум, который лукавый, он стал выдумать себе каких богов, которые бы оправдывали его такую распущенную жизнь. Пьянство, разврат, были же боги именно вот такие идолы, которые как люди этому даже молились, богу разврату, богу пьянство, молились же этому, считая, что это все нормально, вот смотрите, в сознании людей было какое-то, и сейчас у многих наших людей такое сознание, что это нормальная жизнь, но это нормальная жизнь ни к чему хорошему не ведет. К чему она ведет? К падению, к опустошению души, и в конце концов к погибели. И мы видим, как гибнут. Нам кажется так, что вот мы смотрим телевизор, прекрасные лица актеров, политиков или еще известных людей, а если мы вот так вдумаемся именно в жизни этих людей, а какая она трудная? Это так вот, на лице улыбка, а что там? А там постоянные измены друг к другу, нет нормальной семьи, нет нормальных отношений, и жизнь постоянная в таком, как говорится, именно в постоянных таких падениях, да, как математическая, как она называется, правильно, синусоиды, да, вот так, падение, восстание, падение, восстание, вот в такой жизни живет современный человек, страшная жизнь. На виду, как мы видим, на рекламе, на глянцевой рекламе, да, это все хорошо, это все прекрасно, а что стоит за этой глянцевой рекламой? Трагедии человеческие, и погибели человеческие. Женщины молодые, которые видят такое, да, девушки молодые видят это, стараются к этой жизни прибегать, думают, что будет там счастье, а счастья там нет никакого, нет ни семьи, ни детей, вот, и только именно расстройство просто человеческое, а порой и душевное расстройство. Человек заканчивает жизнь чем? Психушкой, в лучшем случае, да, болезнями психическими, вот, чем, ну, или самоубийством. Вот, вот к чему ведет такая жизнь. Внешне она прекрасна, вот, и языческой жизни, влежней, пожалуйста, веди себя, никаких не надо ограничений. Зачем это христианство, где есть ограничения, этого, вот от этого надо воздерживаться, от этого воздерживаться, здесь надо помолиться, этого не надо делать, того не надо делать. А человеческая натура, которая падшая, вот ей только привлеки ее, да, ей такой вот именно плод такой развлечения, распущенности, она к нему и потянется. Поэтому, вот, святая княгиня, она равнопостная Ольга, сделала большой шаг. И мы с вами можем тоже сделать такие же шаги, как и она. Мы с вами тоже, как и она, равнопостная Ольга, только чуть поменьше. Каждый может быть такой же Ольгой в своей семье, среди своих близких, вот, среди своих сотоварищей. Сказать, я это делать не буду, я верующий человек, не стесняюсь, не смущаюсь. Мы смущаемся, а чего стесняться-то? И там есть проповедь Божия. Посмеются над нами, ну, может, поиздеваются, а потом зауважают. Смотрите, а он ведь на самом деле не обманывает, водку не пьет, да, жена у него хорошая, семья у него крепкая, да, вот и проповедь христианская какая. Чем она, проповедь наша? Вот это наша с вами проповедь, жизнь. Мы с вами такие же проповедники, как и святая равнопостная княгиня Ольга, только у нее вся страна была. А у нас с вами поменьше немножко, наши семьи, наши близкие, наши дети, наши внуки. Почему князь Владимир стал именно христианином? Ведь он уж тот же жил в распущенной жизни, в молодости. А потому что бабушка ему с детства говорила, вот так надо сночек поступать, ночек, так поступать надо, так поступать. И он уже, будучи взрослым, пришел момент промысла Божия, когда нужно было именно и политические, и государственные, и просто духовные созрели такие обстоятельства, что нужно было выбирать себе дальнейший пункт. И вот тут-то он как раз пришло ему на память все это о том, что чему учила, и что говорила его бабка. А она, как говорила, как говорили ему помощники, она премудрая была, умная была, премудрая была, умная. Послушать ее надо. И вот он-то и послушал. Вот оказывается, дорогие мои, что мы можем в конце концов с вами сделать. Многое можем сделать, да? Очень многое. Только вот такая наша проповедь с вами, она для других незаметная. Но если мы себя ведем, стараться будем вести себя как подобает, исправлять свою жизнь, то и вокруг нас будет образовываться некий круг таких людей, которые к нам будут тянуться. Сначала, как я говорил, будут не тянуться, будут смеяться, издеваться, а потом не тянуться. Только нам надо самим стараться вести такой образ жизни. И я очень рад, что сегодня совершил здесь божественную литургию, в этом селе, в селе Киреево, в этой глубиночке Ольховского района. Я благодарю отца Виктора Раскобойникова, что он тут уже 15 лет живет, так и ведет вот так незаметно, тихо, проповедь своей жизни. Милости вам, Божий, отец Виктор, сил вам не унывать, не скорбеть, потому что у Бога всего много, и он может много чего изменить, если мы будем на него уповать, на его помощь, на его... у нас здесь 15 лет, да. Вот в свое время когда приехали на той стороне в хуторе, у нас домик был небольшой, конечно, приходилось 15, 20, 30, да, потом они некоторые поумирали, некоторые поуезжали, вот, к своим дочкам, к сыновьям, да, вот остались совсем мало для своего людей, которые верующие, а здесь вот были бы силы большие, а мало кто ходит, ну, так сказать, верующие или не верующие, вроде с крестиками ходят, ну, напрасно, что вот, то ли они беспоповцы, то ли они старая вера такие упертые, потом не надо, конечно, говорить, что они упертые, но, во всяком случае, что-то сюда не пускают, понимаете, да, вот, некоторые говорят, да, хорошо все, но не наша вера, вот так вот говорят еще, да, но, вообще-то, люди, конечно, наверное, ленивые в том отношении, что, ну, 90 лет или 100 лет здесь вообще храма не было никогда, понимаете, очевидно, ничто не передавалось, ну, так сказать, в этом самом, по наследству духовному, ну, вот, люди отошли от Бога, ну, от Бога, конечно, трудно прийти, да, но, во всяком случае, я надеюсь, что пути нас неисповедимы, да, во всяком случае, когда я приехал сюда, в ней перешли, мы в этот храм пришли, да, вот, то, конечно, это самое, мне было очень обидно, что маленькая кучечка стоит, да, я очень сильно переживал об этом, да, но потом, в Иоанне сказано, много званых, да, мало избранных, да, не все спасутся, но лишь некоторые, да, ну, смирились с этим, и все, конечно, мы все страдаем, все мучаемся, но в храме, в основном, наша семья была всегда, вот, Вера знает, прекрасный, да, дети мои были всегда, Панамария, и все остальное, Аллочка, вот, Варя, да, и сами моем здесь, и сами истираем, сами гладим, сами переоблачаем, да, иногда вот помогают нам люди, иногда такое бывает, да, иногда помогают, да, но в основном все сами делаем, да, и вот, Ванечка умер, сынок, 13 лет, вот, Сережа приезжает, да, приходит, помогает, ну, когда захочет, приходит, когда не захочет, не приходит, но за все, слава Богу, это тоже, наверное, не надо об этом, конечно, говорить, да, короче, Рябочка, дай Бог здоровья вам, да, за то, что вы посетили нас, да, дай Бог здоровья и ума, разума тем людям, которые здесь живут, да, дай Бог, чтобы Господь их привел в разум истины, спасибо, Господи, спасибо,